Казахстанская скорая помощь в этом году начнет работать по новым правилам. Теперь медики будут выезжать к пациентам, используя дифференцированный подход. Всех больных скорая помощь разделит на четыре категории. Причем в Кустанайской области, как и по всей республике, будет создан областной центр скорой помощи с единым колл-центром. А в каждой поликлинике откроется отделение скорой помощи. Для пациентов в этой ситуации в принципе не меняется ничего. Вы как обращались на телефон 103, так и будете обращаться. Не нужно учить номера приемных отделений, поликлиник и так далее. Это вам не требуется. Все звонки по линиям 103 стекаются в одно место. Дальше диспетчер скорой помощи, опытные люди, обученные, распределяют эти вызова по четырем категориям сложности. К первой категории будут относиться вызовы, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни. Время прибытия бригады составит до 10 минут. Во второй категории состояние пациента несет потенциальную угрозу жизни без медицинской помощи. Время прибытия бригады до 15 минут. И третья категория, когда состояние пациента представляет потенциальную угрозу для здоровья без медицинской помощи. Время прибытия бригады 30 минут. Сюда относятся пациенты с нарушениями ритма и сердечной проводимости. Пациенты с острой дыхательной недостаточностью. И сразу хочу успокоить наших мам. Больше всего возмущаются мамы малышей, что теперь к ребенку с температурой, скорую не вызвать и так далее. Нет. Все вызовы к детям до 3 лет тоже относятся к этому уровню. Вызовы к детям старше с температурой. В том случае, если кроме температуры есть высыпание на коже с одышкой, с судорогами. Что касается четвертой категории, то в нее попадают пациенты, у которых наблюдается обострение хронических заболеваний при отсутствии непосредственной угрозы жизни. Время прибытия бригады доходит до одного часа. Именно их будут ослуживать отделение скорой помощи при поликлиниках. Чем еще хороши эти изменения? Что наконец-то та группа, большая группа пациентов с хроническими заболеваниями, которые, ну будем говорить честно, не считают нужным ходить в поликлинику. Вам приедут сотрудники той медицинской организации, которая оказывает вам помощь. То есть они вас посмотрят, выпишут вам пролонгированное лечение, отследят ваше состояние. На следующий день к вам придет просто участковый врач. Сегодня поликлиники получают необходимые лицензии на открытие таких отделений. Работу в новом формате, как отметила главный врач, станции скорой помощи в Кустанае начнут во втором квартале этого года. Взерах Мечен и Татьяна Калюжная, РТН.